Донецкая Народная Республика о государственных наградах, внесенной главой ДНР Денисом Пушилиным. О сути законопроекта рассказал представитель главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин. 15 февраля 2019 года главой ДНР был издан указ номер 52 об учреждении государственной награды, в соответствии с которым по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана учреждена государственная награда, медаль за верность долгу и службу Родине. При этом пунктом 1 части 1 статьи 16 закона о государственных наградах предусмотрено, что до 31 декабря 2022 года указами главы ДНР могут учреждаться государственные награды с последующим внесением в Народный Совет ДНР соответствующих изменений в данный закон. Таким образом, законопроект разработан во исполнении указанной нормы и в целях совершенствования законодательства в сфере государственных наград ДНР. Также в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 79 закона ДНР о налоговой системе, разработанной Временной комиссией по вопросам налаживания взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. Рассказала о сути предложенных изменений депутат Народного Совета председатель Временной комиссии Марина Жейнова. Авторам данной инициативы предлагается внести изменения в вышеупомянутый закон, определяющий республиканские органы исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, как орган, к полномочиям которого относится разработка перечня специальных продуктов детского питания. В свою очередь депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле Евгений Орлов, внес на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью 77 закона ДНР о налоговой системе. Данный проект закона является классическим, ссадится в свои зарождения, прохождение, так как появился он в результате обращения к депутатам Народного Совета нашего республиканского предприятия «Энергия Донбасса». Параллельно один из филиалов ВТС обратился к коллегам из бюджетного комитета с одинаковой проблематикой, которая состоит в следующем, что мы приняли общую норму в законе о налоговой системе о возможности амортизационных отчислений. Тем не менее, наше ноу-хау было, что подтверждающим документом является заключение эксперта. С момента принятия и закона о налоговой системе, и закона об аккредитации, в Нинской городе республике не нашлось таковых экспертов, которые созданы под системой аккредитации. Соответствующим образом данная норма не являлась возможной к применению. По словам автора инициативы, столь незначительные изменения в законодательной базе повлекут за собой масштабные перемены в сфере экономического развития ДНР. Он очень короткий, но по последствиям очень емкий. То есть до этого периода у предприятий нашей республики фактически не было возможности совершать амортизационные отчисления. После принятия данного проекта закона, который позволит подтверждать амортизационные траты, то есть это реконструкция, перевооружение техническое по акту приема-передачи. Форма этого акта, то есть дневный срок, будет разработана Министерством финансов. Как мне кажется, данная норма стимулирует предприятия к тому, чтобы они наконец-то выделяли средства для технического перевооружения, для реконструкции, и мы больше не будем сталкиваться с теми негативными явлениями, кричащими фактами, такими как обрушение кровли над Донгурмашей и прочие, которые всколыхнули республику этой зимой. Все законопроекты были приняты в двух чтениях в целом. Теперь они будут направлены на подпись главе ДНР и вступят в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета. Виктория Полянская, Алексей Полянский, Новороссия ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова